привет друзья давайте все таки разберемся чем же закончилась наша газовая история газовый кризис я считаю что можно поставить точку да это не жирная . как знаете говорят что вот поставим жирную точку все конец это как бы ну вот что-то знаете все таки говорит что троеточия нет все таки на каком-то этапе . поставлена может быть начнется следующий абзац но пока по крайней мере ставим точку и давайте немножко разберемся в этой ситуации ну во первых хочется отметить с сожалению отметить что вот знаете поражает какое разочарование вот то что подписали контракт с россией вызвало у тех наших товарищей которые нагнетались нагнетали панику в обществе мы видели их ежедневные буквально все пропало катастрофа молдова замерзнет мы все умрем то есть они вот просто бились в истерике пускали слюни катались по полу и вот вдруг хоп и контракт заключен и вот у них прямо вот такой какой-то знаете боль и разочарование было очень интересно наблюдать за первыми часами когда пришла новость что контракт таки подписан как они растерялись даже не знали что говорить как ну и начали искать тыкаться туда-сюда все-таки все-таки же что-то же произойдет но мы как но они же обещали что все будет очень плохо что будет цена там по тысячи и так далее давайте кстати вспомним некоторые их страшилки которыми они нас пугали они нам говорили что газа не будет вообще потому что ну с 1 ноября россия сказала что отключает газ полностью то есть он прекращает поступать с европой ничего не придет то есть вообще не мгри что газопровод ясы кишнев это фейк его не существует его придумали евро интеграторы для того чтобы говорить что якобы ну пусть пусть отключает россия мы найдем газ а эти товарищи на английство нет никакого газопровода нет и все будет очень плохо просто вообще не будет газа. Представляете такую ситуацию? Ну, кто помнит 90-е годы, войну на Днестре, у нас действительно был период, когда Кишинев в какое-то время был без газа. Это была катастрофа. Люди жарили во дворе еду, выносили чайники на костры. То есть, это было страшное время. И вот нам обещали повторение такого времени и добавляли, что будет еще хуже. То есть, тогда было плохо, а будет еще хуже. Ну, и говорили, что другие, которые чуть-чуть более вменяемые говорили. Ну, да, газ, конечно, будет из Европы, но он будет там по 1200, по 1400. Будете платить в 15 раз больше по сравнению с тем, что у нас сейчас цена за газ. Ну, как выяснилось, что это страшилки. И то же самое сюда же, в эту же оперу о том, что, да, газ будет и цена, может быть, будет не такая-то катастрофическая, но его будет очень мало. Его всем не хватит. Вот будут давать только каким-то отдельным населенным пунктам. Вот Кишиневу дадут, а селам не дадут. Или наоборот. И, ну, в итоге мы поняли, что, в общем-то, все эти эксперты и аналитики просто брехали и пытались нагнетать атмосферу. Делали это они, естественно, по заказу конкретных известных представителей оппозиции, которые надеялись, что действительно так все и будет. И что на войне негатива народ выйдет на улице, сметет власть и позовет дорогого нашего Игоря Николаевича, скажет, пожалуйста, вернитесь, при вас газ был, а вот при мае газа нету. Но не сложилось, не в этот раз. Договор заключен и, как я сказал, что на сутки они заткнулись, а потом начали искать другие поводы. Сейчас у них новая тема была тоже до какого-то момента. Почему нам не говорят, какая цена на газ? Ага, значит, там что-то не так. Значит, это очень невыгодный контракт, что все равно цены повысятся в десятки раз. И когда им сказали, что нет, послушайте, уважаемые товарищи, в этом месте в ноябре цена будет 450 долларов за газ, а в декабре ожидается снижение даже до 400 или ниже того, 380 и так далее. Опять они недовольны, опять они пытаются найти какие-то, где что-то не так. Ну, уже как бы они поняли, что тут ни с какой стороны не придерешься. Ладно, давайте хотя бы лизнем Россию. Скажем, да, это, конечно, хороший контракт, но это спасибо России. Это все Россия сделала. Это благодаря им у нас есть такой хороший контракт. Вот Россия посмотрела на несчастных молдаван, которые там ползают, умоляют, дайте нам газа немножко. Ладно, нате вам газа. Мы щедрые, нам не жалко. Нам пытаются сейчас преподнести эту историю именно в таком свете. Дескать, все это произошло только благодаря доброй воле лично господина Путина, ну и вообще всей России в целом. Ну, во-первых, это, кстати, ложь, потому что еще пару дней назад мы с вами видели на российских федеральных каналах, нам говорили, что пусть мерзнут молдаване, нам их не жалко. И мы понимаем, что на федеральных каналах никто не говорит просто так. Это и была позиция Москвы. Пусть мерзнут молдаване, нам их не жалко. И второй довод, почему это была ложь, что это добрая воля России, потому что, опять-таки, еще пару дней назад они настаивали на совершенно других ценах, на максимальных ценах. И надеялись, что получится сломать Молдову, и мы будем покупать у них по таким ценам, и это вызовет внушение людей, и они выйдут на улицы и приведут к власти пророссийские силы. Почему этого не произошло, об этом поговорим чуть дальше. Давайте по сути, по нескольким важным пунктам, в том числе и почему это не произошло. Первое. Хочется отметить, что нам помогли Украина и Румыния. Да, это не была та помощь, которая вот, те же наши психопаты, которые раздували истерику, да что там помогли эти румыны, да что там помогли эти украинцы, да ничем они нам не помогли. Вот почему Путину не звоните, говорить ему спасибо, Владимир Владимирович? А почему мы должны звонить Путину и говорить ему спасибо? Он нам что подарил газ? Нет, он нам его продал. Продал дороже, чем продавал до сегодняшнего дня. За что спасибо? В чем суть его предмет для благодарности? Чем нам помогла Украина и Румыния? Украина нам дала 15 миллионов кубометров газа, который, да, это немного, это примерно на один день. Но проблема в том, что Россия начала снижать давление в трубе уже примерно с 15 октября. Из-за этого у нас уже в некоторых населенных пунктах началось ощущаться серьезное недостаточие газа. И только благодаря вот этому поступлению газа и сначала из Украины, а потом и из Румынии удалось компенсировать давление в трубе. То есть у нас не произошло отключений, которыми нас пугали, и они должны были уже к 30 октября произойти. Но этого не произошло именно потому, что газ пошел и с Украины, и из Румынии. Поэтому эти две страны нам пришли на помощь очень серьезно. Очень серьезно нам помог Евросоюз, который дал нам 60 миллионов помощи, подарок, 60 миллионов евро, которые сейчас нам очень пригодятся для того, чтобы компенсировать вот это подорожание для наиболее уязвимых слоев населения. Второй важный пункт это то, что был развеян окончательно миф о том, что газопровода Ясы и Кишнев не существует. Нам постоянно говорили, что да когда его построят, да в 2050 году может быть его построят. Нет, он уже построен, он работает, через него уже качают газ. Поэтому не обращайте внимания, или вернее нет, лучше обратите внимание на тех, кто вам это говорит и больше никогда их не слушаете. Потому что эти люди абсолютно не понимают то, что говорят. Это не эксперты, это просто балаболы, которых слушать нельзя. Второй момент, третий момент. Рынок остается открытым. Несмотря на подписание контракта с Россией, там нет пункта, который запрещает нам брать газ где-то помимо России. И мы можем брать газ помимо России. Наверное, многие из вас знают, что у Румынии есть очень серьезный, амбициозный проект по разработке шельфа газового в Черном море. Со следующего года, уже начиная с следующего года и дальше и больше, будет у них высвобождаться дополнительные объемы газа, которые они могут продавать нам. Поскольку это близко, эта цена должна быть достаточно приемлемой. И мы можем его покупать. Я считаю, что будет правильно, если со следующего года будет уравновешено. То есть, что-то берем у Газпрома, что-то берем у Румын. И это и называется национальная безопасность, это называется дополнительные, альтернативные источники. Чтобы мы не были шантажируемы, когда кого-то где-то что-то там переклинить, он скажет, отрубить газ молдаванам, мы возьмем в другом месте и у нас всегда будет газ и мы не будем зависеть от чьих-то капризов. Следующий момент. Формула закупки газа. Это коммерческая тайна, но надо понимать, что принципы, это не фиксированная цена. То есть, нет такого, что вот 450 и до конца света платите 450. Как объяснили сами представители правительства, цена на газ зависит от нефтяных котировок и от биржевой цены. Ну и, конечно, есть минусы. О них тоже надо поговорить. Первое. Аудит, который договорился провести правительство Молдовы с Газпромом, аудит Молдова-Газ. То есть, вообще по-нормальному надо было сделать очень жесткий аудит и посадить пару человек. Но Россия не хочет, чтобы сажали представители Молдова-Газ и не хочет, чтобы был такой жесткий и серьезный аудит. Поэтому будет аудит очень мягкий и долг, который есть у официальных властей Молдовы, у Газпрома, у Молдова-Газ перед Газпромом он будет погашаться, но в течение пяти лет. Там долг порядка 700-800 миллионов. Большой долг. Но все-таки это реально, то, что его можно, во-первых, погасить, во-вторых, должен быть проведен аудит, чтобы понять, есть ли там на самом деле такая громадная сумма. Потому что, может быть, там просто тупо, как и везде у нас, тырили бабки. И сейчас нам пытаются его просто втюхать, чтобы мы, народ Молдовы, за него платили. Надо проверить. Если должны, значит должны заплатить. Если просто кто-то провернул какие-то схемы на какие-то предприятия, поставляли бесплатно, а деньги ложили себе в карман, значит этот человек должен сесть, а то предприятие пусть и возмещает за себя свой долг. Надо, пусть банкротят. Но не народ Молдовы. Мы никому ничего не должны, потому что мы платим за свой газ в домах вовремя. А если кто-то ворует, это его проблемы. И самый большой минус это то, что Приднестровский долг так и остался подвешенным, его не обсуждали. И по сути, то есть нам как бы намекают, что когда-то мы за него все равно должны будем платить. Это порядка 8 миллиардов долларов. Это колоссальный долг. Конечно, если на нас его повесить, это будет просто, это будет катастрофа. И поскольку его не обсуждали, то есть он остался в подвешенном состоянии. В любой момент мы к этой теме можем вернуться. Это будет очень печально. Теперь почему все-таки произошло так, что Россия стала мягче и пошла на определенные уступки. Выдвигают целую кучу версий и влияние Европы, и бла-бла-бла. Я считаю, что реально единственное, что могло повлиять, и скорее всего это повлияло на Россию, это Приднестровье. Дело в том, что если бы с 1 ноября мы бы перестали 100% получать газ из России, Правобережье получает газ из Европы. Уже были договоренности, нам дают газ румыны, нам дают, поставляют поляки, голландцы и так далее. Худо, бедно, да, задорого, да, это было бы очень тяжело, да, это было бы плохо, но у нас был бы газ. В Приднестровье наступил конец света, в прямом смысле слова, потому что у них не было бы газ, то есть дома не отапливаются, кучерганская газ останавливается, электроэнергии нет, и они не получают ни копейки в бюджет, потому что они живут как раз за счет этого газа, который они воруют. Не получая этих денег, значит, через 2-3 месяца они перестают выплачивать пенсии, зарплаты бюджетникам, то есть там наступает полный, тотальный коллапс. В Приднестровье проживают несколько сот тысяч граждан России. Вот я думаю, что это единственная причина, почему Россия оказалась такой более сговорчивой, и в итоге, после долгих торгов и показывания мускул друг другу, в итоге они уступили и согласились на ту цену, которую предлагало им наше правительство. То есть в этом плане вот это, наверное, единственная причина, которую я вижу реально, почему все-таки переговоры состоялись и контракт был заключен. Если говорить про итоги этих переговоров, то если суммарно подвести, то итог скорее положительный, потому что, да, цена вырастет, но не настолько, насколько она могла бы вырасти. То есть и в принципе контракт не такой уж плохой. То есть у нас есть возможность брать газ и в других местах, у нас, нас не заставляют отказаться от третьего энергетического пакета, нас не заставляют расторгнуть соглашение с Евросоюзом об ассоциации, как ходили об этом слухи. То есть в принципе в этом все нормально. Но единственная проблема это то, что в Приднестровье, это я уже сказал, то есть, ну, в целом контракт хороший, и самое главное, что у нас есть перспектива, что когда мировые цены на газ упадут, все эксперты говорят, что это произойдет, возможно, даже весной, ну, пусть даже через год, когда на следующий сезон могут цены упасть опять там до 100, до и ниже долларов за тысячу кубометров, у нас будет возможность получать по более низкой цене, потому что контракт не фиксированный, он зависит от мировых цен на углеводороды. И мы можем в следующем году получить очень-очень даже такую хорошенькую цену. Вот, в общем-то, пока так. Я считаю, что, в общем-то, неплохо, могло быть и хуже. Всего вам доброго, пока.